Итак, всем привет! Сан Лыси у нас на экранах. Давно я хотел сделать видео по этой прекрасной игре. Это у нас будет такой обзор, первый взгляд, несмотря на то, что игра еще появилась в 2014 году. Окончательный релиз был в 2015 году. Давайте мы сразу начнем новую игру, и уже поход будем в ней разбираться. В целом, хотелось бы сказать, что нельзя там буквально за 5 минут объяснить все, что тут происходит, все ее тонкости и в какой-то мере уникальность этой игры. Здесь очень классная атмосфера, здесь все классно, на самом деле. Она просто обалденная. Я с ней уже немного знаком, правда, это было давненько. Трудности возникали, поскольку она была полностью на английском. С этим, в принципе, проблем нет, но для того, чтобы полностью вникнуться в сюжет, надо все-таки быть, наверное, нейтив спикером, потому что здесь очень много текстовых квестов, и это было довольно-таки сложно. Ну, по крайней мере, для меня вышел вот перевод на русский язык относительно недавно. Спасибо ребятам. Я в видео обязательно оставлю еще ссылку на группу ВКонтакте, где эта тема до сих пор еще развивается. Но имеется в виду тема самой игры, выходит дополнение, новости, видео и так далее. Собственно говоря, о чем эта игра? Я думаю, что два слова. Это приключения и исследования. Здесь есть огромный мир, который нам надо весь открыть, узнать все его секреты и тайны. В общем, начинаем мы с того, что мы создаем своего капитана. Мы сейчас быстренько пройдемся по тому, что мы видим по экрану. У нас тут есть вот такой вот штурвал. Это скорость нашего корабля. То есть плюс это у нас вперед, минус это назад. Это у нас топливо, еда и у нас есть страх, ужас. Здесь написано. То есть наша команда может сойти с ума. Наш капитан и это все плохо обернется для нас всех. Дальше. У нас есть помощник. Вот такой вот коматозный хорек. Талисман, то бишь. Главным образом неподвижен. Иногда дикий. Сердца плюс один нам добавляет. У нас есть вот такие вот тут пять параметров. Я так вкратце сейчас объясню, по крайней мере говорю, то, что мы видим. Сейчас мы все обязательно пересчитаем. Значит, сердца. А вдохновление, лечение, защита иногда помогает при испытаниях с ужасом. У нас тут квесты. Некоторые квесты требуют определенной проверки. Вот на вот эти как раз параметры. Помимо этого, они нам добавляют еще какие-то бонусы. То бишь, покровы. Скорость, скрытность, обман уменьшает расстояние, на котором враги могут заметить вас. Отлично, поехали дальше. Страницы. Тайное иногда полезное знание увеличивает скорость, с которой вы превращаете фрагменты и секреты. Об этом дальше. Я думаю, сейчас просто будет непонятно, если я это все начну объяснять. Обнаружение. Значит, у нас обнаружение и восприятие. Чем больше у вас отражений, тем быстрее в бою вы сможете приготовить орудие к стрельбе. Понятно. И это непосредственно наша мощность корабля увеличивает урон наших атак. В общем, суть, как бы история, точнее, да, 30-летие назад, во время правления королевы Виктории, Лондон был украден летучими мышами. Теперь же он лежит глубоко под землей. Такая вот незамысловатая история у нас. Это стало настоящим несчастним для всех. Но для вас это открыло путь в огромный черный океан. Добро пожаловать в подземном море. И у нас есть выбор. То есть мы можем создать полностью нашего капитана с нуля. Можем выбрать это потом. Мы будем, естественно, создавать, я думаю, с начала. Так, выберите свое прошлое. Решите, кем вы были и кем хотите быть. Так, пока у нас тут один вариант. Так, вы квартируете в комнатах у слепого штурмана. Поехали дальше. Вот тут история. Видите, кем вы были? Сейчас вы, капитан, принадлежите подземном море. Но кем вы были до этого? И у нас тут есть несколько вариантов. Сейчас мы с каждым, естественно, ознакомимся. Дитя улиц. Вы воросли, и ваша уличная банда изгнала вас. Вместо того, чтобы перейти к более серьезным преступлениям, вы отправились в море. Последней крупной добычи хватило. Сила на покупку корабля. И нам сразу написано, что мы получим. Этот путь даст вам бонус к покровам. Навыку скрытности и уклонения. То бишь, вот здесь. Отлично. Поэт. Как же повезло, что в наследство вам досталось богатство. Ваш давно пропавший отец имел, судя по всему, богатого покровителя. Этот путь даст вам бонус к страницам. Навыку знания хитрости. Это, в принципе, полезная довольно-таки штука. Дальше. Ветеран войны 68-го. Вы участвовали во вторжениях в ад. Армия Лондона была разбита. Вы выжили. Ваших трофеев и пенсий хватило на покупку судна с команды. Это даст вам бонус к железу. Навыкам нанесения урона. То есть, будем сильнее бить. Молодой священник. Милость покинула вас. На берегу вас ничего не осталось. Анонимный благодетель помог вам встать на этот путь. Быть может, в море вы найдете то, что нужно. Этот путь даст вам бонус к сердцам. Навыку лещения и морали. И, естество, испытатель. Ваши своеобразные теории о времени, крови и звездах привели вас в подземье, прошу прощения, в пещеру, где лежит Лондон. А теперь вы вели в море. Этот путь даст вам бонус к отражениям, навыку обнаружения и восприятия. Я думаю, что мы возьмем все-таки мощность. Хотя у меня вот или страницы. Ну, я думаю, что давайте все-таки урон. Пока. Вот у нас он вырос сразу в два раза. Пускай пока будет так. Дальше. Суровый и точный. С вами шутки плохи. Вы пообещали работу вашему знакомому мутному коку. Вот он, кстати, у нас появился. Он будет путешествовать с вами, пока вы не найдете кого-то менее отвратительного. То есть тут мы набираем команду. У нас, вот видите, есть пять мест. Мы взяли мутный кок. Он поможет сделать провинанс съедобным и даже искусным. То есть сердца плюс один он добавляет. Отлично. То есть со временем мы можем его поменять. Взять нового и так далее. То есть команда тут расширяется, меняется. И думаю, с этим все понятно. Так, что мы получили? Плюс 25 железа. Теперь у вас 50. Теперь у вас есть один мутный кок. Вы получили 20 эхо. Эхо это местная валюта. Вот она. У нас уже 70. Вы были усталым солдатом. Теперь вы капитан. Ваш статус незнакомец закончился. Добро пожаловать. Поехали. Выберите стремление. Какая награда самая значимая для вас? То есть тут мы выбираем себе, ну грубо говоря, основной квест. Основную линию, которую... Нашу цель, к которой мы будем стремиться. Останки вашего отца. Ваш отец пропал в море. Вы его никогда не знали, но всегда мечтали о нем. Найдите и верните его останки в Лондон, чтобы похоронить его достойно. Это раз. Реализация. Соберите сотни историй. Узнайте все о море. Напишите шедевр. Уйдите в отставку. Это два. Благосостояние. Вы знаете, каково это быть бедным. Теперь вы хотите больше. Большое поместье со слугами. Хорошую одежду. Быть может даже семью. Это три. И собственное королевство. Мы пока, видать, не можем это выбрать. Вам надо невозможный один. Это выбрать нельзя. Может быть, потом как-нибудь. Ну, создайте колонию, где вы будете абсолютно правителем. Утопия, наверное, возможно. Вы не можете выбрать это прямо сейчас, но вы сможете получить возможность переключиться на эту цель позже в игре. Я думаю, что мы будем искать истории. Так, думаю, прикольней. Так. Всякий раз, как вы возвращаетесь под Шелун, у вас есть возможность выхода на пенсию. Но победная отставка будет только, если вы напишете шедевр. Произошло событие. Теперь цель, стремление стать самым известным путешественником в Лондоне. Собственно говоря, то, о чем и игра. Будем путешествовать. И это хорошо. Поехали дальше. Как к вам обращаться? Ну, тут все понятно. Я думаю, СР будет вполне приемлемо. Ты первый, сэр. Идем дальше. Берем себе аватарку. Я даже не знаю, какую. Хотя мне вот это вот все-таки, наверное, нравится. Ну, и имя с ним все ясно. Поехали. Сейчас мы будем разбираться, что и как. Паджи Лондон. Глубокий, темный и полный чудес. Все путешествия начинаются здесь, а самые удачные здесь и заканчиваются. Так, хорошо. Что у нас есть? У нас есть Лондон. Собственно говоря, город. У нас есть наше жилище. Здесь вы можете встретиться со своими гостями, отдохнуть или покончить с буйной морской области. Советы капитану. Печально известный М. Демио давным-давно нашел покой на морском дне. То есть, это такой туториал. Мы эту книжку, кстати, можем, по-моему, и продать. Так, причалы вульфстока. Кишащие торговцами, моряками и ворами. Скопище складов и кабаков. Место вечной суеты и самотохи. Так, ладно. Это мы читать не будем. В принципе, плюс-минус я это знаю. Хотя, я даже не знаю. Может быть и стоит. Это у нас, в принципе, рогалик такой. То есть, когда мы помрем, мы возродимся сначала. То есть, у нас будет новый капитан. Скорее всего, мы все потеряем. Но у нас будет открытая карта. Наш мир. И это хорошо. Ну, давайте почитаем. Ладно. О конце и начале. Зачастую капитаны погибают. Но это не конец. Умирая вы учитесь чему-то, что поможет вам выжить в следующий раз. Осторожно. С каждым новым капитаном под земноморье тоже изменится. Неизменимы лишь родные воды. Да и острова не могут так уж сильно сдвинуться. То есть, тут большая карта. И есть часть территории, которая постоянно находится на тех же местах. Но опять-таки, часть территории, которая постоянно меняется. То есть, после смерти некоторые острова могут уже быть не в тех местах. Так, об исследованиях. Это суть игры. Так точно, абсолютно согласен. Риск вознаграждается. Безопаснее всего держаться вблизи Лондона. Но рано или поздно у вас закончатся горючие или припасы. Исследования и портовые истории позволят вам находить секреты и эхо. Как вы помните, эхо – это наша валюта. Так, неумолимый режим, при котором вы играете в игру – это один слот автосохранения, используемый при каждом заходе в порт и стираемый при смерти. Если вы разочарованы или вы хотите заняться неторопливым исследованием, вы можете прекратить переключиться в милосердный режим. То есть, грубо говоря, хардкорный режим, да, и простой. Но я думаю, что мы будем играть в обычном все-таки и сохраняться тогда, когда мы захочем. Потому что все-таки в первый раз, я думаю, что это будет самый правильный вариант. Поскольку первые шаги будет делать довольно сложно. Лучше все-таки узнать игру хотя бы чуть-чуть перед тем, как вступать в хардкорный режим. Так, корабль, сражение, ужас. Ладно, наверное, все-таки не будем мы это все пересчитывать, если вы уже хотите, это все еще раз пересмотрите. Поскольку тут, ну, все равно будет много вещей непонятных. То, что здесь написано, пока вы это сами не увидите, пока с этим не столкнетесь, будет сложно понять. Продать эту книгу, окей. А, мы даже за 50 ее продали. Так, теперь у вас нет совета капитана, вы получили 50 эхо, теперь у вас 120. Хорошо, поехали дальше. Мы тут уже можем переходить по вкладкам. У нас есть наш корабль, естественно. У нас есть вот такие вот ячейки, куда мы можем что-то ставить. Соответственно, есть и двигатели, и пушки разные, и т.д., и т.п. И есть корабли, где уже у нас открывается карма и нос. Мы можем больше устанавливать всякого оборудования и так далее. У нас есть груз, топливо, которое заканчивается и довольно-таки быстро. Припасы, еда. Это, пожалуй, два самых важных параметра, поскольку без топлива мы никуда не поплывем. И без еды мы, соответственно, тоже никуда не поплывем. И когда у нас закончится или топливо, или еда, у нас будут происходить просто очень нехорошие события на нашем корабле. Вплоть до того, что мы будем есть нашу команду, если еда достигнет нуля. Так, знак непокоренного. У нас есть какие-то тут диковинки. Я хозяин своей судьбы, я капитан моей души. Вы находитесь в непрощенном режиме, без возможности сохранения в любой момент. Вот так вот. Но мы с него, как я и говорил, выйдем. Вы потеряете этот знак, если переключитесь в милосердный режим. Я думаю, что переключимся и его обязательно потеряем. Журнал. Естественно, здесь у нас происходит все, что с нами случается. Обучение пускай будет. Так, что у нас тут есть? Ну, пока наше прошлое. Так, и цель. Пока у нас ничего нет. Офицеры. Видите, у нас есть старший помощник, артиллерист, главный инженер и судовой врач. Каждый нам будет что-то давать. Полезное. Магазин. Здесь мы можем покупать всякие разные вещи. Видите, у нас тут есть фонарики. Еще куча всяких разных вещей. Об этом мы будем уже, как бы, разбираться по ходу. Так, топливо. Купить за 10 эхо, продать за 2. Еда. Так, мы с этим по ходу верфь. Ну, и мы можем покупать, видите, кораблики. У нас тут есть много разных корабликов. У каждого есть какие-то свои плюсы и минусы. Естественно, пока у нас денег на корабль явно не хватает. Ладно. Заходим в наше жилище. Вот так вот происходит, по сути, игра. На самом деле, мы сейчас выйдем в открытое море. У нас будет управление кораблем. У нас будут бои, баталии и так далее. Но вот изначально, как бы, большинство, наверное, времени, я бы сказал, процентов, может, 70, как минимум, будет все происходить вот в таких вот текстовых менюшках. Так, прочитать утреннюю газету. То есть, по сути, есть игра Fallen London. Да, это браузерная игра. То есть, разработчики вообще британцы. И это текстовый квест. То есть, уже на базе той игрухи было сделано вот это, скажем так. Поехали. Читаем новости. И нам сразу говорят, что мы получили. Мы получили припасы один. И у вас есть один последний новости. Это мы сможем менять затем новости на что-то у кого-то. То есть, звучит довольно сейчас жутко и страшно, но на самом деле все просто. Так, ну и нам тут рассказывают, что ханство угрожает войной. Не всегда угрожают лондонские колонисты. Ой, лондонские колонии с сердоликого берега хотят независимости. Они всегда хотят. Подзинаморье, согласно отчетам, подвигалось еще одному изменению. Ну и так далее. То есть, хорошо. Новость мы прочитали. Отлично. И видите, у нас тут есть еще какие-то определенные задания со временем, но мы не всегда их сможем выполнить. То есть, на что-то нужно нам опять-таки что-то. Посетить вашу мастерскую, когда ваше жилище станет достаточно большим, чтобы пристроить мастерскую, вы можете создавать предметы, такие как неоспоримое завещание, шепчущую трофейную комнату и песнь моря. Так, что нужно? Доступно, если воспоминания. Качество жилищ. Элегантный особняк, Приморский дворец. Ну, в общем, нам до этого тянуть и тянуть. Вот, видите, купить элегантный особняк. Хороший дом на Холлоу-стрит. Это будет недешево. И нам нужно тысяча эхо. Подумать о пенсии. Ну и вернуться назад в город. Хорошо. Поехали дальше. Сейчас мы, походу, в Лондоне находимся. Так, жилище. Все. Причалы вульфстока. Приобрести склад. Вам нужно больше места для хранения материальных ценностей. А вот эта вот фишка, она появилась так же относительно недавно. То есть, изначально в игре склада не было. Один эхо нам всего лишь нужен. Естественно, мы приобретем. Возможно, склад внешне чего выдающийся собой не представляет. Но он расположен в здании премиум-класса вниз по направлению к докам. Может, это начало торговой династии. Да, он нам обязательно пригодится. И вот мы можем перемещать вещи на склад и со склада. Хватит сменять их по грузо-разгрузочных работ. Пора заниматься другими делами и продать склад. Естественно, мы его продавать не будем. И поехали в Лондон. Собственно говоря, отсюда начинается наша миссия. Что мы можем здесь взять? Что сделать? Какие-то квесты? И вообще полезные вещи. Так, посетить управление исследований адмиралтийства. Они платят за информацию, добыту капитаном. Узнаете, сколько и за что. То есть, мы исследуем территорию. Опять-таки, мы заходим в каждый новый город и получаем информацию. Затем мы возвращаемся назад в Лондон и эту информацию продаем. Как бы алгоритм довольно-таки прост. Они платят за информацию, как тут было и написано. Узнаете, сколько и за что. Да, это мы уже читали. И тут у нас написано. Посещайте и исследуйте острова, чтобы собирать портовые отсчеты. А затем продавать их здесь. После первой продажи вы получите поддержку адмиралтийства. То есть, в поддержку мы, насколько я помню, можем починить корабль. А ремонт довольно-таки дорогой. Поэтому это очень-очень-очень даже хорошо. Так, спросить, что конкретно им нужно. Дальше, попросить разрешение на беседу с высшим чиновником и покинуть. Ну, давайте мы спросим, что им нужно. Свяжитесь с нашим агентом на месте и возвращайтесь. Мы проследим, чтобы вас отблагодарили. Посетите указанный порт и возвращайтесь в Лондон. Узнать детали можно в журнале в любое время. Получить стратегическую информацию на грибной станции компании «Железо и Страдания». Где-то далеко от родных вод. То есть, первый квест, грубо говоря, нам нужно найти именно вот эту вот компанию «Железо и Страдания». Чем мы займемся. Хорошо. И назначить встречу. Быть может, когда зарекомендуете себя. «Осследуйте три порта и вернитесь обратным, чтобы получить одобрение Адмиралтейством». Хорошо. То есть, грубо говоря, у нас есть один штатный квест и один нештатный. Дальше. Что у нас есть еще? Посетить университет. Вот. Находите секреты, обнаруживая интересные места в других портах. Нам нужен один секрет для того, чтобы посетить университет. Естественно, в университете будет еще что-то полезное, но пока мы этого сделать не можем. Вопрос удачи. Очень хорошие шансы. Так. Кутить на причалах вулстака. Это уменьшает ваш ужас. Вот ужас лучше не допускать, когда очень много, потому что, говорю, произойдет беда. Ужас появляется при разных, как бы, стычках. Например, там, с теми же пиратами, с монстрами. Когда мы просто плывем ночью, без света и так далее, и тому подобное. То есть, ужас надо сбивать. Очень. Обязательно. Но об этом также потом. Так. Здесь мы пока не можем. Так. Дальше. Пополнить команду. Моряки ищут безопасные пути в, грубо говоря, колонии или хотят... А, или хотя бы в Южный Архипеллах. Купите выпивку, расклейте объявления, поищите сорвиголов. Сорвиголов. У нас капитан, вот фотоапитан, команда 80 с 10, максимум 10 человек. Соответственно, 30 эхо. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну и здесь вот, видите, данный, по крайней мере, вариант у нас идет проверка на сердца. То бишь, нам говорится, что успех 81%. То есть, чем больше сердец, тем больше успех. В данном случае. Так, для починки 30 эхо. Ну, давайте наберем команду. Почему бы и нет? Ваши сердца успешно решили задачу. Отлично. У нас пополнилась команда полностью, потому что она умирает. И лучше держать ее на максималке. Так, дальше. Предложить проезд, грубо, колонисту. Иммигрант заплатит вам, если вы доставите его на север в Вендербайт. Соответственно, этим мы также, я думаю, что займемся. Так, колонист теперь в вашей команде. Отвезите его в колонию Вендербайт, чтобы получить деньги. Так, ну это все, походу. Так, у нас игра. Мы игру ставим на паузу, потому что у нас идет голод, идет топливо. Это нехорошо. Здесь у нас пауза, не забывайте. Если вы ничего не делаете, игру ставить сразу на паузу. Опять-таки, это space. И нажмите на кнопку моря, чтобы покинуть порт. Путеводитель. Понятно, да? Где у нас, кстати, журнал? Что у нас добавилось? Так, то, что мы купили порт, колонист. Опять-таки, где этот Вендербайт, нам не говорят. То есть, понимаете, это мы должны искать сами. Чем мы сейчас и займемся. Карта. Чтобы вы понимали, размеры карты. Вот наш Лондон. И вот. Это очень большая карта. Серьезно. Она просто огромная. Так, дальше. Настройки. Двигатель на полную мощь. Ремонт корабля. Прожектор. Очень важная штука. И летущая мышь. Летущая мышь нам помогает искать территорию. Территорию мы ее запускаем. Сейчас мы, в общем, все убедитесь. Поехали. Сейчас я только вспомню, как тут идет управление. Секунду. Я не могу даже стартануть. Ну вот, WSAD есть. Z-BET. Это наша мышка. Turbo. Use E. Окей. Поехали. Нажмите на V2, чтобы двигаться на максимальной скорости. Нажмите, чтобы замедлить. Понятно. И поехали. Если мне память не изменяет, наш этот Вендербург или как его там нафиг зовут. Называется город. Он вверху находится. Сейчас я сброшу скорость. Вот у нас, видите, заполняется такая линия. У вас есть 25 страниц, поэтому нужно еще 188 фрагментов, чтобы получить секрет. А фрагменты мы получаем просто за исследование. Видите, у нас набирается линия. Когда мы получим один фрагмент полностью, нам что-то будет хорошее. И мы запускаем. Вот летущую мышь. И упульнули. И она полетела. Вот. Нет никаких остров в радиусе лета летущей мыши. Отлично. Хорошо. Мы пока потихоньку спешить никуда не будем. Вот. Будем идти по левому берегу. Так. Что-то вас ждет. После некоторого времени, проведенного в море, появилась иконка лампы над журналом. Она означает, что в следующем порту вас ждет некие возможности. То есть, что-то интересное ждет вас в порту. Отлично. Это классно. Так, сейчас еще раз. Фрагменты. Вы получаете фрагменты, исследуя новые места. Когда их накапливается в достаточное количество, вы получаете секреты. Секреты можно потратить на повышение навыков вашего капитана. Поговорите с офицерами, а также во время некоторых ключевых историй. То есть, это очень важно. Ужас. Когда вы видите зеленые огни на корабле, это значит, что вы в темноте и страху вашей команды... Блин, опять нас куда-то сбросило. Страх у вашей команды повышается. Смотрите на индикатор страха. Он растет быстрее. Не надо паузу нажать. Он растет быстрее, когда вы далеко от земли. Не дайте ему заполниться. Видите? Вот так вот уже ужас 2. Эти точки, когда заходят полностью круг, обходят, у нас плюс 1 добавляется. Прожекторы. Свет прожекторов вашего судна может быть включен и отключен. Включенный свет замедляет скорость подъема уровня страха. Но с ним вы заметнее для ваших врагов. Понятно. Поплыли. Залик Дэвиса. Так вот мы можем отключить его, но лучше держать. И надо не забывать про топливо и еду, естественно. Мыс Кариса. Давайте запустим мышку. О, Вендербайт. Недалеко на северо-запад. Все-таки я был прав и память мне... Вот он. Мы его, в принципе, могли и так заметить, но... Этот круг света порт. Зайдите туда за историями. Собственно говоря, вот так и происходит игра. Помимо того, что тут есть еще всякие перестрелки, монстры, нехорошие люди и так далее и тому подобное. Так, Белая летучая мышь. Моряк сделался непослушным и капризным и отказался выходить на палубу даже в порту. Там Белая летучая мышь смотрит на меня. Посланник Соли. Соль пожила... Положила глаз на меня. Я никогда не увижу больше дома. Тут очень много интересных историй. На самом деле. Так, Соль. Морской суеверие. Приказать ему подняться на палубу немедленно. А это мы еще не доплыли до города. Это у нас уже происходит какой-то такой вот рандом. То есть, видите, нашего моряка, одного из команды, уже начала просто глюканить. И мы должны его успокоить. И, соответственно, нам вот предлагают такие варианты. Просто на него покричать. Потом. Соль. Один из безымянных морских богов, которого боятся моряки. Этот моторс добрый человек. Отправить его в лазарет, якобы для лечения лихорадки. То есть, мы можем его просто убрать. Я так понимаю, у нас будет уже 9 человек, а не 10. Но это не принесет нам никаких последствий. По крайней мере, негативных. Покормить морскую летучую мышь. Если белые летучие мыши священны для соли, возможно, вы получите ее благосклонность, если вы в это верите. Доступно, если есть боги моря. Внимание, соли. Ну, короче, грубо говоря, у нас этот вариант есть. Выстрелить по морской летучей мыши. Если эта чертова тварь так пугает ваш чертов экипаж, вы сейчас решите эту чертову проблему. Поскольку мы взяли этот перк, и нам прокачалось это железо в 2 раза, видите, у нас тут написано, что вариант 100%. Поэтому мы просто в нее спульнем. Так, выстрелить по морской летучей мыши. И нам рассказывают, что у нас произошло. Бабах! Она понимает ваши намерения и расправляет крылья, чтобы улететь. Но ваш выстрел сбивает ее, и она падает на палубу, бьющийся в конвульсиях. Вы пересекаете палубу, чтобы подобрать бледный труп. Ваша команда молчит. Никто не поднимает глаза. И мы получаем. Теперь у вас есть один охотничий трофей, который мы также можем на что-то поменять. То есть тут все важно. Все, что мы находим, в принципе, оно имеет и отыгрывает какую-то определенную роль. Рано или поздно нам это может пригодиться. Даже если это кажется каким-то, ну, просто ненужным. В дальнейшем оно будет нужным. Поэтому оставляем. Боги моря, камень, шторм и соль — это сила. Вы кое-что знаете о трех богах моря. То есть мы еще учим что-то. Видите, мы нам дали какую-то историю. Проклятие соли лежит на вас. Вот это вот не очень хорошо. Проклятие лежит на вас. Проклятие безумянного бога прощаний. Пока непонятно, чем это для нас может обернуться. Ну, ваше железо успешно решило задачу. Понятно. Вы получили 15 ужасов, теперь у вас 18. Вот это плохо. Вот, возможно, не надо было по ней стрелять. Может быть, надо было как-то ее задобрить. Но выбор есть выбор. То есть вы понимаете, если играть без сохранений, только на автосейве, то видите, как, насколько все сложно. Так. И мы заходим в порт. Неприятности с грубо-колонистами. Вы доставили этого разлагающегося эмигранта на север. И что теперь? Одна последняя драка. Вас пошел... Вас... Прошу прощения. Ваш пассажир пьян. Эй, на палубе. Хихикает он. Защищайся. Он начинает пьяную атаку. Ваша команда пятится. Посмеиваясь. Сказать спасибо, экипаж. Ну и опять-таки, я думаю, что мы это сможем сделать без проблем. Команда целая. Так. Оборона без усилий. Грубо-колонисты имеют большой запас горького опыта. Некоторые из них самые смертоносные бойцы на земле. Возможно, что и это тоже, если бы он не выпил так много рома. Вы никогда этого не узнаете. Он салитирует вам, смеясь после того, как вы его разоружили. Хороший бой, говорит он. Затем он наклоняется назад и падает за борт. Вы никогда не узнаете, что с ним произошло. Но, по крайней мере, у вас осталась его великолепная кавалерийская сабля и его вещи. Итак, мы прокачали наше железо. Видите, у нас теперь 51. Это хорошо. Вы потеряли одного колониста. Вы получаете два припаса. То есть еду. Это тоже хорошо. Так. Вы доставили гроба колониста и вы вендербрайт и победили его в неожиданном дуэли. Теперь у вас есть один декларированный артефакт. Хорошо. Теперь зайдем в сам город и посмотрим, что мы можем здесь найти, узнать, исследовать. Пыльный стакан вина. Вам надо ужас 25. То есть как мы его, собственно говоря, будем сбивать. И у нас еще требуются деньги. 50. Но это очень много. Мы можем себе выпить, погулять и согнать страх. Но у нас 25 нет, поэтому мы это сделать не можем. Исследовать вендербрайт. Соответственно, просто себе побегать по его округе. Так, собрать слухи, как видите. Посетить первого хранителя. Что это значит, пока непонятно. Первый хранитель отвечает за сохранность гроба колоний. Он здесь находится намного дольше, чем Лондон, как и все старейшие гроба колонисты. Но даже гроба колонисты разлагаются в конце концов. Его время уже близко. Ладно, будем идти по порядку. Давайте исследуем вендербрайт. И видите, у нас опять получается история, которую мы сейчас будем изучать. Даже на палубе можно слышать звук, который издают тысячи забинтованных мертвецов, когда они шаркают и кашлят. Это похоже на самую большую в мире беспокойную концертную аудиторию или самую большую в мире собор, охваченный чумой. Исследовать вендербрайт. Здесь предпочитают свечи керосиновым лампам. А, окей. Соря. Тени здесь похожи на паутину. Грубо колонисты могут стоять подолгу на одном месте и часто могут быть приняты за статуи, пока они не захохочут или раскашляются. Каждый третий дом здесь выглядит заброшенным. То есть вы понимаете, когда это все на английском было, это было довольно-таки сложно. Здесь очень много сленга. И все это переводить, оно местами как бы утомляло, что ли. Так. Грубо колонисты хрома... Блин, прошу прощения, хромая приближается к вам. Я не... Он яростно шипит. Я не стану пристанищем для меня, ровно как и... Блин, сейчас, секунду, у меня уже начинает бляхой голос проседать. Я жил и я умру. Так. Он вытаскивает из-за пояса меч. Вы отпрыгиваете назад. Грубо колонисты, бесстрашный и накопивший большой опыт, знамениты своим умением стражаться в поединках. Он поднимает меч, размахивается им и с ликующим возгласом сносит себе голову. Его голова отскакивает по земле прямо к вам. Вот такая вот история. Теперь у нас есть один печальный останки. Вы получаете один ужас. Теперь у вас 19. Это не очень хорошо. Ладно, поехали дальше. Соберем слухи, что у нас тут есть. Так. По всей линейке берега. Подземном море невероятно трудно умереть. Дряхлые, почти мертвые, оставляют Лондон и становятся гробоколонистами, поселяясь здесь, в забинтованном мире. Но они не отказываются от своих связей с домом и их политики. Вы собрали улов сложных намеков. Достаточно, чтобы заинтересовать ваши контакты в Лондоне. Соответственно, мы сможем сейчас вот этот отчет сдать нашему адмиралтишеству, или как его там, и что-то даже за это получить. Ну, естественно, давайте пойдем посетим хранителя. А что мы сейчас с этого получим? Не надо света, угодливо стерт, предупреждает вас. Хранитель ужасно боится мотыльков. Он открывает дверь, и вы входите в полутьму. Пара тусклых ламп в решетчатых трубах и слоновой кости издают пчелиное жужжание. Там нет другого источника света. Забинтованная фигура размером с ребенка лежит на диване. Она поднимает свою голову с явным усилием. Вам понадобилось несколько секунд, чтобы отличить его голос от мягкого жужжания пчел. То есть, по сути, это целая книга. Я не знаю, игра — это книга, где очень много разных таких вот маленьких рассказиков. И мы можем выбрать, выслушать прошептанную просьбу, спросить про последнее пристанище, принять поручение и удалиться. Так, ну давайте выслушаем просьбу, пожалуй. Морской капитан, кожа гладкая, как шелк. Мне так много осталось, я уйду. Последнее пристанище принесите мне цвета. Семь цветов заплачу много. То есть, нам дают тут квест. Так, семь цветов. Космогон, Ирига, Пелегин, Стюарт, Даст. Список. Их можно найти здесь и там, по всему широкому мрачному морю. То есть, нам надо их искать. Так, это еще раз то же самое, по ходу, да. Так, принять поручение. Ого. Не нужно больше слов. Он падает, шурша назад на диван. Даже усилие разговора, кажется, уменьшает его немного. А уединяется закочено. Как только открывается дверь, он сжимается от лучей света, которые скользят по полу. Снаружи кланяется угодливый стерк. Книга. Да, книга. Он протягивает вам тонкий иллюстратор. Иллюстрированный том. Хранитель стар. Стар как пыль. Все мы будем признательны, если вы выполните его последнюю просьбу. И у нас есть какие-то странички. Да, одна страница из книги «Радуги подземелья» и так далее, так далее. То есть, нам надо, наверное, найти какие-то эти все странички. Еще и заполнить. Книга «Радуга подземелья». Короче, куча всего нам давали. Так, а что насчет еще аудиенции? Ну и вот. То есть, получить окончательное вознаграждение. Да, то есть, нам надо найти вот эти вот все странички, которых у нас сейчас нет. Хорошо. И тут есть еще один квас. Видите, это можно все записывать. Доступно, если есть 12 припасов. У нас их сколько там? Шесть. Тур-оператор последней экскурсии. Эй, капитан, у меня есть дюжина грустных и перебинтованных душ. Они выбирают свою последнюю судьбу. Возьмете ли вы их на борт и последний... Их последний диверсионный тур? Может, это будет длинноватая поездка. Убедитесь, что у вас достаточно припасов. То есть, 12 гробоколонистов займут место. 12 припасов, которых нужно будет отвезти в 3 определенных места под земноморье. И, естественно, нам что-то за это дадут. Но у нас нет припасов, мы этот квест взять не можем. Но мы себе запомним, что сюда нужно будет обязательно вернуться. И опять-таки, еще суть в чем, что все-таки почему лучше сейвим? Потому что карта у нас закрыта. А некоторые квесты могут быть на время. И, соответственно, мы не знаем, где какая территория находится. И мы можем не успеть. Поэтому лучше все-таки делать локальные сейвы в начале игры для разобраться с ее механикой. И тогда уже пробовать играть на хардкоре. Естественно, есть в каждом городе магазин. Где-то цены дороже, где-то дешевле. То есть, что-то где-то мы можем купить. Как помните, в Лондоне, если мне не изменяет память, у нас топливо стоило 10, а припасы 20. Видите, здесь как бы это покупать офигенно невыгодно. То есть, цены надо записывать, наверное. Где-то что-то есть. Выгоднее, где-то нет. Вот у нас есть новости. Видите, можем продать за 10 эхо. Но мы этого делать не будем, потому что они нам обязательно где-то пригодятся. Ну и вот тут показывается, видите, сколько мы всего тут уже набрали, насобирали. Так, ладно, журнал. Что у нас там есть? Цель. Так, так, так. Нам нужно было 3, да? Ну, одно из них, получить стратегическую информацию на грибной станции компании «Железо и страдания». Соответственно, мы сейчас пойдем попробуем искать и найти где-то недалеко от родных вод. И посетим еще 3 места. Так, ладно, я, пожалуй, сохраню. Милосердный режим. Нас спрашивают, или мы хотим. Или мы точно этого хотим? Я думаю, что хотим. И поехали. Мы все равно сейчас пойдем вниз, наверное. Так, двигатель на полную мощность. Так, стоп, 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 стоп. Как это отключить? У нас просто будет быстрее расход топлива. Зачем я это сделал? Так, бой. Вы встретили противника. Красная дуга показывает дальность стрельбы вашего палубного орудия. Держите врага в этом пределе, пока ваша команда готовит залп. Это произойдет быстрее, если вы будете держать врага в свете корабельных прожекторов. Палубное орудие будет подсвечиваться, показывая прогресс вашей команды в подготовке залпа. Нажмите пробел и закройте обучение, чтобы продолжить. Понятно. Сейчас мы постараемся этого краба замочить. Вот он такой шустрый. Побил наш кораблик. Так, повреждения. Осторожнее, вы только что получили повреждения от столкновения. Если у вас возникли проблемы с маневрированием между скалами, попробуйте снизить скорость, нажав клавишу S. Мы сейчас зашли. Видите, вот на этого краба, которого мы убили. Сбор добычи. Поздравляем, вы победили противника. Двигайтесь к месту его гибели, чтобы что-нибудь подобрать. И мы можем его порезать на продукты. Можем изучить. Задача выполнима, но есть риск. Видите, как раз нам нужны эти страницы. 75 шанс успеха. Я думаю, что мы лучше возьмем еду. Вы потеряли 40 голода. Все, теперь плывем назад. И запустим нашу мышку. Карта. Собственно говоря, где мы находимся. Так, железо и чего-то там. Не помню еще что. Нет никаких островов. Куда-то мы, короче, далеко заплыли. Так, а где наша музыка вообще делась? О, есть еще какой-то, да? Это будет номер 2. Так, сохранятся, кстати, несмотря на то, что можно только в пристани. Так, сейчас я выйду в главное меню. Мне просто интересно, куда пропала музыка. Сейчас мы еще немного поплаваем. Я думаю, на сегодня хватит. Не знаю, куда пропала музыка. Ладно, магазин. Видите, здесь, например, магазина вообще нет. Так, и опять-таки, что у нас тут есть? Описывается нам охотничий обитель. Каменистый горб, погрязший в тумане, впрочем, как и другие острова в подземном море. Но здесь есть большой дом, в окнах которого горит свет. Газоны, сочно-зеленые, выделяются в свете ложных звезд. Змеются узкие дорожки. Вы стоите у причала, а море ласкает бока корабля. Теплый бриз создает приятным запахом лаванды. Так, и у нас есть. Представится хозяевам пойти в сад, разведать остров и пробраться в дом. Это место может быть оказаться не таким простым, как кажется. У вас есть покровы в таком количестве. Это дает вам 70 шанс процентов на успех. Вот они, да. Хорошо, давайте мы разведаем остров для начала. И у нас есть еще один отчет о охотничьем обители. Так, корабли останавливаются здесь редко. Ничего не меняется, даже погода. Дом, сердце острова, как и его сестры. Но от мелодейства, наверное, будет рада узнать, что ничего не изменилось. Ну, давайте пойдем на риск. Наверное, проберемся в дом. Посмотрим, что у нас из этого получится. Или получится вообще. Так, звуки фортепиано витают над террасой. Вы заглядываете через полуоткрытое французское окно в большой зал. Большой по размеру, но кажущись меньше из-за пыли и безнадзорности. Темноволосая с бледной кожей молодая женщина искренне наклоняется над фортепиано на фортепианной клавиатуры. Другая светловолосая, но очевидно ее сестра, растянулась на диване с книгой. Третья сидит у камина, печально глядя на угли. Скоро, говорит она, и фортепианная музыка спотыкается и останавливается. Мы голодаем, и потом наступит конец для меня, но не для вас. Пианистка поднимает глаза от клавиш. Мы не говорим об этом, она хмурится. Могла она увидеть вас в окне, вы удаляетесь. Так, мы получили 40 фрагментов. Опять-таки, что с ними пока делать, непонятно. Но, а, это которые изучение. Ясно. Хорошо. Вы знаете что-то про охотничий обитель, и ваши покровы решили убить. Удачно. Так, хорошо. Представься хозяевам. Они все равно слышали шум корабля. Чему прятаться? Окей. Тук-тук. Входите. Служанка с глазами цвета мутного топаза приглашает вас в гостиную, где вас уже ожидают три девушки. Гость! Вскрикивает самая младшая из них. Средняя хихикает. Старшая вздыхает. Простите наше неблаговосприятное поведение. Гости к нам редко захаживают, но мы очень рады видеть вас. Я Синтия. Самая шубная Фиби, а самая веселая Люси. Вы как раз успели к обеду. Не оставить, не составите ли нам компанию? Хорошо. Естественно, составим. Так, пообедать с сестрами. И мы выбираем даже с кем пообедать. Видите, у нас есть. Синтия. Самая старшая из всех. Меланхоличная, задумчивая, иногда впечатлительная. Хорошо пообедать с Люси. Люси. Средняя сестра. Солнечная, беззаботная, любит хихикать. И Фиби. Мягкий голос. Она бдительна, но непредсказуема. Ну, пожалуй, новости-новости. Даже когда сестры не в духе, их можно вытащить из их убежища свежими новостями. Но нам чего-то не хватает. Доступно, если есть, что-то вас ждет. Ладно. Так, непредсказуемые нам не нужны. Беззаботная, любит хихикать. Ну, давайте самой старшей. Не знаю, насколько она старшая. Синтия берет вашу руку и шепчет. Ее глаза такие большие голубые, волосы спутанные и растрепанные. Но тут, видите, уже есть вариант. То есть, независимо, наверное, от какой сестрой мы пообедаем. То есть, будут разные нам бонусы. В них могли бы гнездиться летучие мыши. Вам кажется, что вы сидите на склоне холма над широким синим озером, слушая рассказ об убийстве? Топор, сеть, кровь на глади воды. А мне все равно тревожит, что у нас нет музыки. Я не могу этого понять. Почему так? Вроде она должна быть. Не знаю, в чем проблема. Разберемся тоже мы потом. Так. Еще отбивную спрашивает Синтия. Вы едва коснулись еды. Вот. Я скажу служанке завернуть вам с собой. Вам нельзя голодать. Опасно быть голодным. Так. Вы потеряли 25 голода. Теперь у вас 0. Это хорошо. Вы знакомы с сестрами. Произошло событие. Теперь боги моря. Внимание. Соля. Опять-таки, тут, возможно, где-то перевод немного косящет. Но... Так. Железо не изменилось. Теперь у вас есть одна сказка об ужасе. Мы получили еще ужас. Теперь у нас 20. Получили один припас. Пока все. Так. Что мы можем сделать сейчас еще раз? А, теперь мы можем как раз и выманить их. Так. Обеда сегодня будет. То есть мы к ним можем иногда заходить. Послушать и ждать. Вы просите горничную с глазами, как горящий серый, намекнуть о наличии у вас новостей с сестрам. Как ни странно, она возвращается сообщением, что их головные боли вылечились. И вы приглашены на обед. Видите, нас опять пригласили. Так. Ну, давайте с другой сестрой уже пообедаем. Так. Люся наклоняется и шепчет вам по секрету запутанный рассказ о дворецком. Свинье и наследстве. Вы не можете уследить за всеми подробностями сюжета, но как-то свинья заканчивает на чердаке и дворецкий в постели викария. Свечи мерцают, блюда приносят и уносят, и ветер мягко стучит в оконные стекла. К тому времени, как падают, падают, говорю, падают сливовый пудинг, вы так веселы, как не были вот уже несколько месяцев. И мы получили еще плюс один припас, и теперь у вас есть боги моря. То есть, нам рассказали еще одну историю, и вы потеряли 10 ужасов. Это хорошо. То есть, когда у нас появятся еще какие-то последние новости, видите, мы сможем с ними еще раз поговорить. Все, отчаливаем. Сейчас нам надо еще одно место найти, и мы можем вернуться себе спокойно в порт, сдать задание и прикупить немного топлива, которое мы удачно сожгли. Так, Бараний остров далеко на юг. Так, хорошо, тут у нас есть какой-то корабль. Можно и к нему зайти, посмотреть, что у нас тут есть. Так, плавущий маяк. Купить топливо. У нас есть немного топлива, но по двойной цене. Нет, ну, пожалуй, идите вы в жопу. И если есть последние новости, то мы можем поговорить с командой. Видите, у нас пока тут ничего нет, поэтому нам тут, по сути, ничего не светит. Главное, чтобы нам хватило топлива сейчас до Лондона. Я думаю, мы вот так вот кружок сделаем, пойдем в Лондон. Так, остров Демни, далеко на восток. Блин, я сейчас себе корабль разобью нафиг. Назад, назад, назад. Гребаный краб. Так, 75%. Ну, давайте попробуем. Ладно, 75%. Так, один фрагмент мы получили всего лишь. Лучше бы, короче, его разобрал бы на еду. Еще один краб. Вот сейчас с него мы и сделаем рагу. А, просто утолили голод. Пляха, муха-то, отойди ты от этого камня. Ну, мы заодно там починимся, я думаю. Так, бараний остров. Мы сейчас сюда еще причалим, посмотрим, что у нас тут. Кстати, а вот этот мы так и не нашли, да? Где у нас? Компания железа и страдания. Где-то недалеко от родных вод. То есть нам надо его будет найти обязательно. Я думаю, найдем. Так, магазин. Тут тоже все дорого, блин. То есть тут есть места, где есть дешевое топливо, дешевая еда. То есть это все надо будет найти обязательно. Так, гавань квакера. Когда-то эта простая рыбаска деревня была частью прегородов Лондона. Так как Лондон пал и воды обрушились. Спирали дыма из труб хижины. Одинокий холм поднимается за городом. Так, выпить в петухе и сороке. Снимает ужас. Но деньги нам нужны. Так, исследовать берег. Давайте исследуем берег. Так, коп наш кук заговорил. Так, вы оборачиваетесь и видите длинного, тощего мужчину с коричневой кожей. Послушайте, говорит он. У меня есть история для вас. То есть наша команда со временем что-то нас просит. И мы можем выполнить за них еще задание. За которое также получим какие-то нищаки. Так, я. Что-то в этом седобородом человеке привлекает ваше внимание. Уйти не оглядываясь. Если будете долго смотреть его глаза, вы пропали. И резко изменить ситуацию. Нет, это у меня есть история для вас. Но истории у нас нет. Давайте послушаем, что он нам расскажет. Так, его история рассказывается о свадьбе, во время которого происходит множество убийц. Олесе без листьев, об огромной змее, пожирающей души. История кружится. Вы просыпаетесь, встряхнув головой. Он исчез. Но нет, кажется, сперва он стащил из ваших карманов немного мелочи. Это плохо. Мы получаем 5 ужаса. Мы потеряли 2 монеты. Но зато у нас есть сказка об ужасе. Теперь их 2. Мы также сможем это использовать где-то со временем. Так, дальше. У нас есть 2 еще задания. У вас есть 7. Так, мур-мур. Желтоглазое, шутливое животное вьется вокруг лодыжек, как цепные наручники. Вы никогда не видели, чтобы кошка открывала так широко рот. По-видимому, она голодна. Так, это талисман. Одна из разновидностей офицеров на корабле. Что она дает, непонятно. Но у нас хорек дает плюс 1 сердце. Давайте мы возьмем кошку. В принципе, еда у нас есть. Так, кошка спрыгивает из ваших рук, исчезает в темноте корабля. Час спустя 5 жестко казненных крыс выложены на палубу. Назначьте новый талисман. Перетащите его в складки доступными офицерами в его слот в верхней части экрана. Если вы сделаете это в море, а не в порту, вы сможете повлиять на боевой дух членов экипажа. Хорошо. Офицеры. Так, код. Железо плюс 2. Ну, это вообще отлично. То есть, у нас будет еще мощнее. Вот нашли мы новый талисман. Прикольно. Так, стоп. У нас же еще не все. Поболтать с рыбаками. Ну, за одну монетку. Думаю, что у нас есть один портовый отсчет. Еще один, третий. Можем ехать. Все. У нас мало топлива. Едем в Лондон. Кумский канал далеко на юго-запад. Так, главное, чтобы топливо не закончилось. Вот в тумане, кстати, страх быстрее растет. Сейчас, я надеюсь, нам дадут каких-то пару монет. Мы закупимся припасами, потому что дальше мы тогда не сможем продолжать. Вот и музыка. Так, ну и здесь у нас просто творится какой-то бордель. Таможня. Таможенная служба. Ее незабываемое величество тесно сотрудничает с Министерством Общественной морали и с магистрами базара. Сегодня они выбрали вас для проверки. Не хамите им. Короче, здесь есть контрабанда. На самом-то деле мы можем ее перевозить. И тут уже как получится. Видите, есть таможня. Нас могут проверить, могут нет. У нас просто вот тут уже появился один мужичок, который хочет нам дать квест. Мы подумаем. В общем, вам нечего прятать. Это также уменьшает вашу подозрительность, если она больше пяти. Так, задекларировать весь. Тут съехало. Вот это, наверное, должно быть сверху. Так, это мы можем заплатить. Оплатить пошлину за все облагаемое налогом души или любовную литературу, что вы везли. Сдать весь контрабандный солнечный свет. Тут просто как-то оно все конкретно съехало. Блин, наверное, это из-за перевода. Так, ну нам пока прятать нечего, поэтому, я думаю, мы возьмем этот вариант. Они шляются по вашим палубам, как дома. Они копаются в ваших вещах, как муравьи. Наконец они уходят. Ну, то есть у нас просто ничего не было, поэтому как бы не страшно. Огни Лондона приветствуют вас. Это событие происходит только тогда, когда вы пробыли в море некоторое время. Так, проверить почту капитана порта. Давайте проверим почту. Что там? Пока все. Теперь у вас есть еще один день, свободный вечер, который мы можем как-то провести. Что-то изменилось в подземье. И кто-то хочет наняться на работу. Ладно. Так, давайте зайдем в жилище. Так, отдохнуть в комнате над слепым штурманом. Если у вас нет денег, чтобы хорошо погулять, для вас лучше отдых дома. Это позволит уменьшить ужас, залечить раны и дать вам спокойную ночь. Все равно это 10 монет стоит. Ну, давайте новости. У нас есть одна новость. Не знаю, стоит ли нам отдыхать. Ну, в принципе, почему бы и нет. Есть одна спокойная ночь. Вы потеряли один ужас всего лишь. Ну да ладно, не беда. Так, что тут у нас? Новый рекрут. Давайте глянем. Ого. Так, нанять офицера. Пресвитерианская авантюристка. Добрый день, сэр. Ищите артиллериста. Я бы могла помочь вам взрывать монстров, если вы меня возьмете. Так, авантюристка-артиллерист. Когда увеличиваются железо и покровы. Увеличивает, точнее. Так, покровы. Что у нас? 50. Ну, я даже не знаю пока. Ладно. Сейчас посмотрим. Нанять офицера, чья-то дочь. В конце гниющего причала сидит женщина на чемодане. И она, и чемодан заметно чище, чем все остальное в поле зрения. Привет. Куда вы направляетесь? Вообще-то мне без разницы. Могу я взойти на борт? Да, я инженер. Но я хороший инженер. Так, чья-то дочь. Это инженер, который увеличивает покровы, железо и мощность двигателя. И это за 30 монет. Так, авантюристку или инженера. В принципе, у нас этого хватает. Давайте возьмем инженера. Ладно, так и быть. Так, офицеры. Главный инженер. Улыбка, подмигивание, татуировка с бабочкой. Глубокое и детальное знание оружия и двигателей. Покровы плюс 6, железо плюс 3, мощность двигателя плюс 100. Так, а где наша вообще мощность двигателя? Мощность двигателя плюс 800. Так, плюс вот офицеры. Тут можно с ними поговорить и у них можно взять какие-то задания. Окей. Пригласить собеседника мы пока не можем, потому что у нас нет подозрительного улова. Увеличить ваши покровы. Потратить секрет, чтобы увеличить ваши покровы, но не более значения 100. То есть, наверное, скорее всего оно увеличится. У вас два секрета у нас есть. Скорее всего на единичку. Мы сейчас проверим это. Вам надо покровы 46. Сделать предложение щей-то дочери. Какое совпадение? Собиралась предложить вам то же самое. Ей неинтересны занудные искренние любовники. Убедитесь, что ваши покровы по меньшей мере на 20 пунктов выше, чем ваши сердца. Хорошо, можем замутить. Давайте пока так. Да, плюс один. Ну, будем качать потихоньку. Так, а ты у нас что хочешь? На этом мы можем увеличить сердца. Спросить его, что он хочет от жизни. Он смотрит вам прямо в глаза. Молей. Он повторяет уже медленнее. Море линь лилий. Он очень медленно облизывает губы. В конце концов, вы решаете отвернуться. Море лилии где-то в центре восточной части подземноморья. То есть мы должны его туда как бы доставить. Но пока мы это сделать все равно не можем. Так, ну, во-первых, мы можем посетить университет. Для начала давайте адмиратишество посетим. Так, охотничьи обители. Надеюсь, сёстры в порядке. Они граждане, её не сбывая величество территории. Так, гавань. Это мы сдаём ту информацию, которую мы получили. То есть во время наших исследований. И её сразу сдаём. Так, одно топливо. Одна услуга у нас есть. И пять эхо. Отлично. Сдаём ещё одно задание. Ещё одно топливо. Ещё одна услуга. Мы за услугу починим корабль. О, видите, мы сдали три. Теперь у нас адмирал хочет с нами поговорить. Так, адмирал купится информацию у вас. Помощь в пропитании. Спросите, может ли адмиралитейство выдать немного топлива, чтобы покрыть ваши расходы. Это даст вам доступ в сухой док, где одну поддержку можно поменять на 2-3 топлива. А услуги? Надо 4, у нас есть только 3 пока. Хорошо. Жизненно важная информация. Жизненно важную информацию можно получить из двух частей стратегической информации или заработать, используя шпионскую сеть и некоторые другие возможности. Хорошо. Ну а как только? Пока непонятно. Ну ладно. Представить свои портовые отчёты. Посещать и исследовать порты, чтобы добить портовые отчёты и продать их здесь. Так, выяснить, что он хочет. В принципе, я не знаю. Пока особо нового он нам ничего не говорит. Так, ладно. Поехали дальше. Давайте посидим университет. Оп, ещё один пацан появился. Весьма впечатлён. О да, быстро шепчет. Университетский экскурсовод. О да, тут довольно изысканно. Позвольте мне вам объяснить. Она, он объясняет, зубы сверкают. Так, вы получили одну страницу. Теперь у вас 26. Это имеется в виду вот это. У вас есть теперь услуги антиквар. И один секрет мы потеряли. Хорошо. К нам подходит, кто ли этому, непонятно кто. Беспокойный студент. У меня есть бюджет на покупки для университета. Что вы мне покажете? Если у вас есть какие-либо элементы знаний, которые студент может купить, они появятся ниже. Так, мы можем продать ему печальные останки. Не совсем научное любопытство, но студент собирает коллекцию или что-то вроде этого. Помните мумия, которая рубанула себе голову? Так, диковинный артефакт. Сделан ручную. Неизвестно в Лондоне. Так, еще есть какие-то разные штуки. Ну, давайте продадим ему артефакт. Посмотрим, что нам даст. 100 эхо. Ну, неплохо. И эту голову продадим тоже. Аж целых 5 эхо. Пока все. Так, купить на причалах вульс такая. Это уменьшит ваш ужас. Ужас. Вы можете попасть в беду или наоборот, завести роман. 80 процентов на то, что у нас будет все хорошо. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Теперь у вас есть последняя новость. Один. Нам повезло. Вы потеряли ужас. Отлично. И мы можем завести роман. Эту ночь в вулс таки вы разделите с милой девушкой, симпатичным парнем. С кем-то еще имя вы потом не вспомните. Ваша единственная любовь это море. Вам удобно везде, когда вы в море. Это все, что у вас есть. Ну, давайте с девушкой, естественно. Быть может, она шпионка. На нее невозможно наглядиться. И когда вечер заканчивается, вы все еще вместе. Давайте попробуем. У нас есть медальон с портретом милой девушки. Мы потеряли три ужаса. Хорошо. Я думаю, она еще где-то всплывет. В принципе. Так, в жилище еще нет. В Лондоне уже тоже ничего нет. И у нас есть вот такой вот чувачок. Он, как видите, не очень хороший. Добрейшего вечера, капитан. Мой так называемый наставник интересуется морскими капитанами. И был рад предложить вам так называемую милость. Раз уж ему так нравятся морские капитаны. Так, хорошо. Принять милость. Капнуть глубже. Отказаться. Ну, соответственно, если мы согласимся, нас просто... Нам дадут рессы, но попросят выполнить одно задание. Мы можем отказаться. Ну, я думаю, что мы согласимся. Насколько я помню, первое задание не такое уж и сложное. Хорошо. Вежливый кивок. Итак, мой покровитель надеется, что это маленький подарок вам чем-то поможет. И, возможно, однажды вы приплываете по его просьбе к голове медузы. Вообще-то, контрабандисты, когда этот день настанет, мы будем очень рады видеть вас в своих рядах и обеспечивать полную безопасность. Удачного вам вечера. Хорошо. Вы приняли предложение. Теперь у вас есть угрозы, подозрения. 10 топлива и 5 еды. Ну, просто это хорошая сделка. В начале игры, я думаю, что... Насколько я помню, они нас попросят потом провести какую-то контрабанду, и мы можем так нормально влететь. Но у нас есть топливо. Здесь, видите, показано, где мы были. Наш статус. Так, и... Наши квесты. То есть, что нам нужно сделать? Почему вот этот... До сих пор непонятно. Так, ладно, сейчас мы еще и присмотрим. Темная фигура сделала вам предложение. Так, вот, угрозы. Это не очень хорошо. Мошенник. Показатель увеличится, если вы ведете преступную деятельность или имеете контракт с подозрительными людьми. Чем выше подозрения, тем сильнее таможни будет искать ваш корабль. Это нехорошо. В общем, нам у нас сейчас надо выполнить один квест. Получить стратегическую информацию на грибной станции компании железо и страдания. Где-то недалеко от родных вод. Но, естественно, мы это начнем уже в следующем видео. Поэтому на данный момент я говорю вам всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Надеюсь, вам понравилось. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok